привет это канал айти юзер help это видео будет о том как узнать в android смартфоне сколько потрачено тобою было денег в google play store как ты знаешь в google play store есть помимо бесплатных приложений и игр которых очень большое множество и все основные и нужные программы и приложения есть бесплатные в google play store есть еще очень много приложений которые являются платными стоимость их различная есть не очень дорогие есть чуть подороже то же самое и с играми есть более дорогие есть не очень дорогие в этом видео я хочу рассказать как узнать какие приложения ты покупал google play store и узнать общую стоимость всех твоих покупок в google play store итак не теряя времени давай приступим первое что тебе нужно сделать это зайти в google play store и в строке поиска ввести английскими символами май бейб ипс май бейб ипс и тебе нужно приложение по 6 сетт от производителя асафа халифа вот так выглядит его иконка этого приложения как видишь очень хорошие показатели по отзывам и оценки и довольно большое количество загрузок как видишь это приложение показывают стоимость приложение который ты покупал программ можно отфильтровать по цене по времени либо посмотреть общую стоимость приложение на английском но интерфейс довольно простой поэтому я сейчас вкратце расскажу как посмотреть стоимость приложений в этом приложении и так для начала нужно скачать нажимаем скачать как у меня стоит на английском сейчас быстро сменю язык что было и и и так наше приложение скачалось можем открывать выбираем get started далее нам нужно выбрать аккаунт с которого мы хотим посмотреть покупки если у нас соответственно их несколько то будет предложено выбрать из несколько либо добавить другой аккаунт выбираем тот аккаунт который хотим посмотреть покупки и ждем показан грузится информация у меня на аккаунте нет покупок поэтому вы если у вас такая же ситуация вы увидите вот такое сообщение если же у вас есть какие-то покупки то здесь сразу высветится список как как вот здесь написано такой список высветится всех приложений сколько они стоили вам и можно будет посмотреть общую стоимость больше по настройкам здесь не особо много но давайте пробежимся если нажмете на 3 горизонтальные полоски выцветится такое окно нажимаем settings это настройки приложения и здесь можно вывести выбрать куринте это валюта в которой хотим показывать информацию то есть вашим брабал это российский рубль можете найти и и с долларс американский доллар где-то был либо какой-то другой евро вот united states доллар евро либо в какой-то какую-нибудь другую валюту зависимости от того какой стране вы живете как у в какой хотите посмотреть формат даты это не особо интересная информация сообщение об ошибках отправлять не отправлять можете оставить можете снять политика приватности синхронизация в общем из этих настроек по большему счету нужно только керенсе валюта какой валюте показывать вам информацию и можно нажав на вот этот значок можно отфильтровать по имени по дате либо по цене то есть вы можете выбрать прайс либо хаист будет самое другое приложение волос самое дешевое приложение либо по дате то есть какое вы последнее купили не увезет либо которая позже всех покупали ну и то же самое по имени настройки довольно простые но информация весьма полезно также можно обновить данные либо еще фильтры и не применить фильтры по умолчанию стоит о то это означает что показывает вообще все приложения которые вы покупали можете выбрать installed он ли это будет только те которые установлены либо он installed он не только те которые не установлены но есть у вас в вашем аккаунте который вы можете в любое время установить и она снова будет работать также это приложение показывает внутри внутренней покупки то есть когда вы производите какие-либо покупки внутри самого приложения для этого фильтры показываю выбирать пункт in up only либо о и там будет выбор что посмотреть на этом у меня все если видео было полезным обязательно ставьте лайк подписывайся на канал оставляй любой комментарий всем пока